С вами Техническая Среда и я ведущий Геннадий Емелькин. Сегодня я расскажу как продиагностировать каталитический нейтрализатор на автомобиле. В большинстве случаев механики незаслуженно оставляют этот процесс диагностики такого вот простого устройства на самый последний этап ремонта автомобиля. И зря, так как эта диагностика довольно-таки несложная и помогает довольно-таки быстро выявить неисправности выхлопной системы. Зачем это делать? Ну, в первую очередь, симптомы к такой диагностике проявляются в том, что, например, автомобиль глохнет на холостом ходу, разгоняется очень вяло, повышенный расход топлива и иногда складывается такое впечатление, как будто сзади автомобиль тащит там многотонный прицеп. Поэтому, когда вот такие симптомы возникают и необходимо начинать диагностику именно с проверки каталитического нейтрализатора. Что здесь происходит? Вот у нас в качестве примера мы взяли кат-коллектор, здесь он прикручен к головке блока и вот он пошел. Вот здесь находится элемент нейтрализатора и вот на этом участке, когда нейтрализатор у нас оплавляется, создается повышенное противодавление вот на этом участке от головки блока до нейтрализатора. Мы выкручиваем датчик кислорода, вставляем сюда манометр и замеряем давление. Если оно выше нормы, то это говорит о том, что нейтрализатор у нас оплавился и он препятствует выходу выхлопных газов. В качестве примера мы вот разрезали нейтрализатор, вот нижняя часть, здесь у него есть вот уже оплавленный элемент, вот он оплавился, по наружной части упал вниз и начал биться о нижнюю часть корпуса нейтрализатора. Даже вот он здесь набил такую вот бабышку. Он не разрушился, не развалился полностью, как обычно это происходит, по одной лишь причине, так как здесь вместо керамики используется фольга. Фольгированный элемент, он довольно таки долго сохраняется, он не крошится. Для того, чтобы соединить манометр с резьбовым отверстием используется такой переходник. Он входит в комплект манометра, вот он сюда вворачивается и вот подсоединяется с помощью такого переходника. В дополнение к этому нам еще потребуется головка для отворачивания датчика кислорода. У них одинаковый размер какой-то оправки. Она имеет такую проточку для того, чтобы не повредить провода с датчика кислорода. Итак, приступим. Итак, нам нужно снять датчик, который находится перед каталитическим нейтрализатором. Для этого мы снимаем сначала его разъем. выводим из петли от фиксатора, который помогает проводу не упасть на экран выпускного коллектора и отворачиваем датчик головкой, удлиненной с проточкой. Вот она наша головка с проточкой. Через нее проходит как раз жгут, просто другая головка, она тут будет неуместна, потому что ее будет невозможно поставить, мешает спрут. Вот мы надели ее, все плотно она села. В данном случае мы используем дополнительный кардан, потому что через удлинитель невозможно отвернуть, потому что она под большим углом, он упрется у нас в кожух вентилятора. Все эти датчики, они довольно-таки легко отворачиваются на всех современных двигателях, несмотря на большие пробеги. Есть, конечно, и тяжелые случаи, но это бывает крайне редко. Вот мы его ослабили, дальше все, можно убрать головку и спокойно рукой выворачивать датчик. Главное, его не бросать, поэтому когда вы его выкрутите, аккуратненько его не надо кидать на верстак или еще куда-то, на пол, подальше от инструментов его положить, чтобы случайно на нее что-нибудь не уронить. В резьбовое отверстие, в которое был вкручен датчик кислорода, мы теперь вворачиваем переходник для манометра. В большинстве случаев размер под ключ вот этого шестигранника, который мы вворачиваем под манометр, совпадает с размером под датчик кислорода. Это 22 мм. Вот мы заворачиваем его. Там есть такая резиновая шайбочка-уплотнитель, сильно ткнуть не надо. Все, теперь подсоединяем штуцер манометра. Он имеет быстросъемное соединение, колечко сдвигается и он фиксируется на этом штуцере. Все, вот мы его зафиксировали. Все, заводим двигатель и контролируем показания манометра. При работающем двигателе со снятым датчиком кислорода у нас обязательно загорится лампочка неисправности двигателя. Но ничего страшного здесь нет. Когда мы все это соберем, поставим на место датчик, через несколько циклов эта лампочка погаснет. Кто не хочет ждать, может принудительно снять, например, минусовую клемму с аккумулятора и сбросить ошибку принудительным путем. Сейчас мы увеличим обороты коленчатого вала до 2500 и для успокоения проконтролируем противодавление. В нашем случае оно находится в пределах нормы, так что поводов для беспокойства нет. Можно спокойно глушить двигатель и ставить датчик на место. Субтитры создавал DimaTorzok